Здарова всем радиолюбителям и любителям нетрадиционной и нестандартной электроники. На столе у меня лежит два устройства, которые слушают меня, все слышат и передают в качестве радиосигнала весь тот бред, который я говорю, куда-то далеко, возможно за границу, а быть может просто за стенку к соседнему КГБшному сотруднику. Одно из этих устройств это динамик, к которому соединен германиевый транзистор со смещением и даже с вот таким вот конденсатором. Между прочим, тут микрофоном могут служить как динамик, так и конденсатор, даже сам транзистор может быть микрофоном и модулировать радиосигнал в такт моему голосу. Это устройство гораздо более продвинутое, стандартное и оно использовалось на самом деле спецслужбами для того, чтобы прослушивать всяких зарубежных агентов. Оба этих устройства работают не от батареек, они работают от силы моего голоса, который раскачивает вот такую вот металлическую мембрану этого динамика и тем самым подзаряжая конденсатор позволяет генерировать вот этому транзистору высокую несущую частоту, промодулированную моим голосом. Все то же самое происходит здесь. Давайте рассмотрим обе этих схемы на предмет экономичности. Мы прекрасно знаем, что дуя в микрофон мы конечно вырабатываем электрический сигнал благодаря тому, что в динамике есть магнит и электромагнитная катушка. Но так ли уж велика сила тока этого сигнала? Я думаю, что нет и мы сегодня с помощью осциллографа это измерим. А значит мощность, которую отдает динамик в виде переменного тока звуковой частоты вот в эту схему, состоящую из транзистора, резистора и конденсатора, можно и без резистора обойтись на самом деле. Мощность это будет делиться между ПН-переходами, конечно же падение напряжения на проводах и конечно же на саму работу самого генератора для создания несущей частоты. Чем выше эта частота, тем большую мощность нам надо затратить, чтобы передать сигнал на значительное расстояние, хотя бы пары миллиметров. Этих недостатков лишена вот эта схема, которая выполнена по контурной схеме с детекторным германиевым диодом, который требует гораздо меньшей мощности для того, чтобы генерировать радиочастоту. И эту радиочастоту благодаря вот этой катушке и вот этой антенне даже без заземления можно передавать и принимать на радиоприемник. Эта схема хуже вот этой ровно на один ПН-переход, так как в диоде он всего один, а в транзисторе их два. Мало того, эта схема не требует раскачки для того, чтобы создавать свою собственную генерацию, так как это делает генератор на одном транзисторе. Что же это за расчудесная схема, кто ее придумал и когда ее использовали? Использовали эту схему в Великую Отечественную войну для подслушивания всяких разговоров всяких офицеров. Выглядит она вот так. Да. Это контурная схема Сереги Разумовского. Можно без заземления, можно без антенны. Давайте рассмотрим ее подробно и вспомним, что же она нам напоминает. А напоминает нам вот это соединение динамика и диода как раз то самое реле, катушку которого всегда надо шунтировать диодом. Да, ребята, как раз. Шунтируя катушку реле диодом, мы получаем вот такой интересный колебательный контур, который в одну сторону имеет емкость, благодаря тому, что диод запирается и работает в качестве конденсатора, а в другую сторону имеет детектор, который в одностороннем порядке проводит ток, но не с нуля, а с порогового напряжения, которое для германиевых диодов равно 0,2 вольта. В милливольтах это целых 200 милливольт. То есть для того, чтобы сработал ПН-переход данного диода, нам надо получить на катушке динамика больше 200 милливольт. И раз уж в реле и моторе ставятся такие диоды, чтобы защитить их от всплесков очень высокого напряжения, то очевидно и динамики вырабатывают то же самое высокое напряжение, благодаря которому работает вот этот контур. Между прочим, это абсолютно рабочий контур и он способен передавать в эфир, чем я и воспользовался, демонстрируя свои самодельные радиоприемники. Ролик есть на канале, можете его посмотреть. Без фейка и обмана. Все в натуре по-честному. А вот эту вот вещь навряд ли вы сможете запилинговать с помощью радиоприемника, хотя при желании, если вы будете стучать молотком, карандашом или пальцем по этому динамику, вы сможете получить импульсы достаточной величины, чтобы ПН-переход открылся и у вас возникла некоторая гармоника. Здесь стучать по динамику придется гораздо меньше, гораздо реже, потому что ПН-переход тут более мягкий и открывается гораздо лучше. Контурная катушка и вот такая антенна, это всего лишь декорация. На самом деле для работы этого устройства требуется всего ничего. Припаять вот такой диод к вот такому динамику. Итак, давайте посмотрим на амплитуду сигнала, которая может возникнуть в динамике, а точнее от динамика, при колебаниях голосом, а может быть даже авторучкой. Я уберу в сторону эти декорации, они уже послужили свое, схема нам не нужна, а есть вот такой вот достаточно высокоумный динамик, который вырабатывает энергии гораздо больше от моего голоса, чем вот такой или вот такой. По этим надо стучать молотком. А теперь в студию, да, тот самый прибор, благодаря которому можно доказать все, что угодно. Вот сейчас я, разговаривая с вами, на предельном пределе моего осциллографа вырабатываю вот такую почти чистую синусоиду. Блин, орать приходится. И с учетом того, что предел измерений моего осциллографа 5 милливольт, это 0,005 вольта, думать о том, что размах вот такой вот амплитуды сможет открыть ПН-переход транзистора или диода, нам не приходится. Увы, здесь шансов никаких. То есть вы можете абсолютно не бояться того, что динамик вас слышит и передает кому-то ваши таинственные сведения, ваши тайны и ваши парадоксы. Ну а теперь давайте немножечко почешем спинку этому динамику. Вот тут уж, конечно, палец у меня имеет гораздо большую амплитуду. Но согласитесь, какой дурак будет орать рядом с динамиком, который лежит на столе, с учетом того, что он собирается скрыть какие-то секреты. В мои молодые годы даже розетку затыкали пробками, а радио вынимали из радиоточки, ну а точнее вилочку радио обязательно ложили на стол. И на кухне даже при лампочке разговаривали немножко шепотом. Хотя это скорее сказки. Никто из моих родителей, работавших на заводе, не пользовался такой ерундой. Ну, очевидно, они не так сильно власть ругали, потому что могли на заводе зарабатывать хорошо и тратить эти денежки в свое удовольствие, в том числе и на меня. Ну, по-моему, все эксперименты завершены. Давайте постучим по столу и посмотрим, насколько гладкая эта синусоида. Красивая такая синусоида получается. Но, я говорю, передавать такое устройство может только то, что какой-нибудь стукач настучал на кого-нибудь. Но не более того, не бойтесь, вас не подслушают. Эти динамики ничего не слышат. Они такие же глухие, как стены и кирпичи. На этом все. Пока, до следующих встреч.